Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Напомню, что Дархану 36 лет до сих пор выступает профессионально Да, но пока такая пристрелочная, скажем так Дистанция, пытаются нащупать Тут, знаешь, и для Азизли также это риск, потому что Изначальный соперник должен был быть Жан Таскет, но тут Не вышел на этот поединок, поэтому Оба рискуют в этом поединке Да, пытаются все-таки с дистанцией поработать Азизли Есть у него небольшое преимущество в росте и в длине, конечно И пытается вот это сейчас использовать Парро submarine Просто втыкает корпус на удар Получается у него временами разрывать дистанцию Прорываться, да, на такую более удобную для себя Да, на самом деле, делает все правильно Дархан Скаков Разрывает всяческую дистанцию, не остается очень долго в ближней дистанции. Мидлкик от Скаакова. Такой очень рискованный удар был. Отвечает Азизли. Интересно, кто пойдет в первую борьбу. Я все-таки от Азизли больше борьбы ожидал. Возможно, первый раунд будет такой, знаешь, в режиме именно ударной техники проходить. Заряжается Дархан на правую руку. Обрати внимание. Да, для него это шанс. Шанс именно подрести в начальных раундах, в дебютных раундах этого бойдинка. Чем дальше, тем тяжелее будет. Все-таки разница в весе, я думаю, ощутимая. Но вот эта вот передняя рука сейчас очень много проблем Дархану доставляет. Ему рукой очень хорошо работает. Не может подобраться на свою ударную дистанцию, как раз так за счет джеба она разузлеет. Джеб и лоу-кик, фронт-кик тоже делают свое. Достал сейчас джебом Анар. Да, нащупал, есть уже справа попадание. Слишком размаш, что здесь был левый. Ну такая, да, промечивая атака, сразу же успокоился. Начал думать. Такая необдуманная атака была от Азиз Ди. Ну вот выдает себя Дархан в атаках. Первая попытка тейкдауна, Азиз Ли без особых проблем провел перевод. Но удастся ли удержать сейчас? Ну знаешь, такой фактор неожиданности, наверное, здесь больше сыграл. Потому что Скаков, наверное, уже рассчитывал только на работу в стойке. Ну вот с точки зрения затейни долгосрочные. Азиз Ли делает все правильно. Остается 90 секунд до окончания первого раунда. И как раз таки в эти секунды он и проводит тейкдаун. Да, сейчас важен просто контроль, по сути, да, закрепить успех, скажем так. Да, все верно. В шоке все-таки он был точнее, на мой взгляд. И по партере борьба, она, наверное, закрепит этот успех. Сомнений не будет, кто забрал этот раунд. Минута остается. Но пока не получается у Дархана встать. Попытался пара с локтями, но здесь вот нужно быть осторожным. Нужно даже запрещенный удар нанести. Хорошо блокирует ноги, прижимает колени друг к другу. Ну, не получается у Дархана отзащититься. Пропускает удары в клинче. Вставание сейчас. Несколько ударов точных. Отдает спину. Да, несколько раз он проиграл удушающими. Что здесь будет? Выход на удушение за спины. Нет, нет, показалось. Все-таки он больше здесь через, да? Пытается сделать Анар. Вдать и внимание пытается просунуть. Но здесь Дархан грамотно защищает свою шею. Почти в подбородок. Здесь уже подбородок больше прихватывает Азизли, чем шею. Но, тем не менее, есть атака, есть угроза. И заканчивается первый раунд. Ждем начала второго. Но могу сказать точно, что... Второй раунд. Да, как ты и говорил, сейчас Дархану нужно что-то менять. Потому что в первом раунде у него не пошло. Давай не будем это скрывать. И он сам должен это прекрасно понимать. Он прибавляет ноги. Неплохо. Азизли набрасывает сразу с рук. Обозначает дистанцию. Азизли, так понимаю, в втором раунде уже почувствовал свое преимущество. Стал более уверенно работать. И как раз-таки вот на таком моменте может Дархан подловить своего оппонента ударом. Нет. Слишком высоко даже, да? Здесь удары. О-о-о-о. Встретил сейчас справа. Да, попал Дархану, но вот остался, да, на месте. И моментально просто был наказан, скажем так. Зайта Скаков. Отлично. Отличная кондиционация от Азизли. Такой чисто в боксерской манере, да, сейчас? Подергал передний, бросил дальнюю. Очень активно он работает руками. Как раз-таки не может Дархан сейчас выйти на свою ударную правую руку. Раз за разом пытается уклонами за счет нырков войти в нижнюю дистанцию, но не получается. Обрати внимание, Азизли делает очень простую работу. Да. Набрасывает джеб и когда нужно, включает просто праздник. Вот, вот нам показывают. Кто-то из наших коллег говорил, почтальончик, кажется. Тук-тук. Контрольный справа. И это работает, что самое важное в этой ситуации. Да, опять-таки, размах рук. В этом аспекте преимущество на его стороне. Вот что-то Ролста может диктовать именно... Да, попытался опять. Развитие событий в стойке. Забросить оверхенд скакал. Отличная комбинация сейчас из трех прямых. Три минуты остается до окончания второго раунда. Но вот опять нет дистанции у Дархана. Да, ему тяжело подобраться именно за счет джебов. Все время вот именно джебом держит дистанцию. Отличная комбинация и попытка проведения перевода в партер. Во втором раунде он уже пораньше пошел бороться. Сажает. Удар быстрее. Заход под одну ногу. Закрепится в позиции. Отключать пытается голову здесь Дарханскаков. Пауза некая. Возможно, Лефис размешается. Отлично, отлично. Хорошая атака, но попытка точнее. Есть, переговор. Выход за спину. Ждем выход за спину. Именно вот в таких позициях, да, чаще всего проигрывал. Скакал Дархан. Очень часто он отдавал шею в разных позициях. И здесь сейчас может повториться то же самое. Набрасывает, набрасывает постоянно руки, но нет. Нет, выходит с клинча. Одизли не стал развивать события. Еще одна попытка. Этот раз остановил тейк-долл Дархан. Да, без помощи сетки уже не так-то легко получается переводить. У Азизли. Да, как раз таки. В центре октагона тяжело проводить тейк-гаун. Азизли. И руки от Дархана Скакала. Ну, знаешь, Дархан уже и не скрывает то, что он задумал. Он ищет возможность только для одного удара. Попытка прохода еще одна. У нас есть чуть больше минуты. Отключает одну ногу. Есть перевод. Еще один перевод. Без проблем, кстати. Он это делает. За минуту до окончания второго раунда. Интересно, как рука лежит левая с этого ракурса. Непонятно. Нет, не стал искать удушающий. Еще одна попытка будет. Да, вот подбородок сразу груди прижимает здесь Скаков. Даже секундант ему подсказывает, чтобы он немножко спрятал, скажем так, шею. Неплохая попытка. Здесь Азизли достаточно просто угрожать именно удушающему. Контролировать своего оппонента в партере для того, чтобы рефери не вмешался, не поднял бойца в стойку. 30 секунд остается. И второй раунд может также выиграть решением судьи по съездским карточкам. Какой-то на второго раунда. Отлично. Попытался встать. Стягивает обратно в партер. Да, сейчас важно просто время контроля, наверное, по сути. Не так много времени. Навряд ли здесь Азизли додушить поединок досрочно. Еще одна попытка. Да, даже Дархан разговаривает с соперником. Я, конечно, не готов, а так я прорву эту штуку. Стоп! Стоп! Об этом стоит добавить. А вот андеркард прилимы, доступные на YouTube-канале Найза ТВ. Возвращаемся в октагон. Третий раунд заключительный в этом противостоянии. Дархан Скаков против Анара Азизли. Дархан прекрасно понимал, что это огромный риск, но решил воспользоваться такой возможностью. И теперь пять минут остается в этом поединке. Попадает справа сейчас Дархан. Ужалил тогда через руку. Вот это правая дата на самом деле тяжелая у Дархана, надо это понимать. Но Азизли пока держит эти удары. Есть! Уже Азизли отвечает. Неплохой такой размин на стойке. Хоть ты и не тренировался, но ты сильнее его. Подсказывает Теймер Жопан. Да, это секунда Дархана Скакова, однако нет. Один из, наверное, способов подгонять своего бойца. На морально-болевых таких качествах пытается уже завести своего одноклубника-сокоматника Теймер Жопаров. Дархан Скаков должен сейчас рисковать в любом случае. Отлично! Чисто на руках решили разобраться. Парни! Но при этом я еще бы отметил, что Дархан Скаков бьет сильно, но и также держит удар на самом деле. Есть! Еще один. Но вот этот удар он с виду показался только легким. Чуть тяжелый удар был слева от Азизли. Сверху вниз такой прямой удар. Полторы минуты уже третьего раунда. Ждем мы все-таки больше, наверное, действий от Дархана Скакова. Потому что он проигрывает, понимает, что проигрывает. Должен обострять. Должен обострять. Отлично! Отвечает сейчас ударом справа. Да, на руках переигрывает. А здесь Азизли очень так... Все временно перемещается на ногах. Раскидывает вот эти вот джебы. И вот так должен работать Дархан. И стал рисковать Азизли. Ну, очень хорошее время он подобрал для броска. Дархан вот здесь вот прям в открытую был готов рубиться. Встал, да, в такую фронтальную стойку. И был готов принимать удары, но не тут-то было. Сейчас... Да, на руках Азизли. Вот рубиться абсолютно невыгодно. Сейчас теперь его задача грамотно отработать в партере. Отлично! Есть клинч. Все еще продолжает развивать атаку. Но все же Дархан встает. Прихватил сетку здесь Дархан. Заметил это рефери. Но это ему не помогло. В любом случае он оказался на конвасе. Опять держит сетку. Но пока рефери не видит. Вот, обратил внимание. Ну, это очень важный момент на самом деле. Особенно вот в последнее время мы видим, что захваты за сетку могут влиять на ход поединка. Закрывает полный гард. Но просят вот... Секундант. Скакова не делать этого, не лезть в гард. Нужно попробовать встать. Навряд ли это чем-то сейчас поможет ему, но тем не менее. Скаков. Да, вот мы четко прям слышим секундантов. Жапарова. И они понимают, что за оборот навряд ли получится, лежа на спине. Тем более. А вот встать и попытаться донести удар всегда можно. Да. Тем не менее, Азизли пошагово просто так разрушает защиту. Скакова обходит, чтобы вынуждать развернуться спиной. Стой! Я знаю, что тебя можешь! Стань! Стань! Я знаю, что ты можешь! Стань! 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 Неплохо! Неплохо! Хороший такой ролл. Молодец! Еще раз давай! Но очень мало времени, да? Очень мало времени, да? Скакова. Все-таки выход на коротком уведомлении сказывается, да? Молодец! Молодец! Я надеюсь, вы это слышали. А не уйди! А не уйди! Да, вот на моральном волевых сейчас просто выезжает с таков. Пытается даже где-то спровоцировать Азизли на эмоции, но Азизли хладнокровен. Спокойно. 30 секунд остается. Делает свою работу, и все. Еще один захват за сетку. Но мало ли, мало это уже чем поможет Дархану. Я так хотела тебя разобью, слушай. Давай я подготовлюсь на больничку. А, вот оно в чем дело. Он следует на то, что он не готов, а так бы он его разбил. Неплохо, а попытка свипа, но нет. Но еще не сомби задерется. Отлично! Но уже мало времени. Прихватил шею Азизли. Грузит. Уже после гонга удар нанесен. Ждем официального судейского решения по итогам этих трех раундов. Но поведение, конечно, оставляет желать лучше. Азизли выиграл. Мне, конечно, в этом не сомневаемся. Нельзя сказать, что это доминирование, но в целом поединок был за ним. Без каких-либо рисков для себя вытащил. Скаков. Азизли, извиняюсь, ждем мы официального оглашения результатов. Вау, пока из паузы напоминаем, что генеральный партнер лиги «Горилла Энерджи Дрим». На подготовку. Два часа на подготовку у него было. Давайте дадим три. Может получше выступить. Шутки шутками, но Дархан уже в очередной раз нам показывал, что даже на коротком уведомлении он выдает бои. Мы видели, как он на коротком уведомлении выигрывал бои. Поэтому, возможно, Дархану стоит дать полноценный шанс. Полноценным лагерям выступить. Да, и свои веселые категории. Самые главные категории. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо тебе за это. Неused ли, что для меня на ивесе? Продолжение следует...